Ох, всем доброе утро, добрый день, добрый, здрасьте. Иду гули-погули. Время уже 13.00. Договорились встретиться с Инушкой. Хотим попробовать на Элавиолане, но такая погода сегодня прекрасна. Ух, просто, просто прекрасная погода. 21 градус, на солнце, естественно, градус 23. В футболке иду. С собой взял рубашку, ну, мало ли, загуляюсь. Вообще, как бы, можно пойти на пляж, валяться там. Вот, ну, вчера повалил. Не знаю, сейчас встретимся, хорошо, решим, что будем делать. Сами не знаем, что хотим, знаете, это из этой серии. Будем решать на месте встречу. Встречаемся там на углу. Мне сначала с утра не очень хотелось на пляж. А потом я так подумал. Можно, конечно, было бы на пляжу валяться. Ну, блин, сейчас опять перегреется. А с другой стороны, что просто так шароваться, можно и полежать. Погода, в принципе, и завтра, и послезавтра хорошая. Но сегодня прям все шикарно. Так что, не исключая возможности, что мы сейчас с сыном встретимся, и у нас все поменяется. Может, мы не попремся на это ловилай? А может, попремся, не знаю. Тупец машин. Сегодня выходной. Нет, рабочий день сегодня. Да? Да. Сыночек встретились, встречайте. Привет. Кофейная королева. А сегодня с утра. Ну, как с утра, 13 часов. Время? Час. Ну, за второй час. Второй час. О, школа работает. Ну, как? Так сегодня я не буду, не это, как я рабочий день. В Турции. Рабочий день сегодня сегодня. Не только подкресенье, типа выходной, да? Да, ну, типа так и есть. Короче, было решено дойти все-таки до автостанции, узнать вообще, ходят ли автобусы, какие. И там уже есть, что решим. Посмотрим, во сколько он пойдет. Погода прекрасная. Но на пляже нас может разморить через пару часов. И тогда будет и день на смарку, и только вечером. Но при этом, конечно же, можно купаться. Смарк. Шумно. При этом можно, конечно же, купаться. Вот. Залазить, окунулся там каждые 15 минут или 20. И так протянуть. Ну, это такой пляжный день. В принципе, у нас вчера был пляжный день. Не каждый день тоже с ума можно сойти. Ну и плюс хочется как-то немножко разнообразить, что-то, да? На пляже-то. Погода стоит вроде нормальная. Может быть, может быть, не обещаю. Все зависит по вылетам. Я останавливаюсь, потому что я оболюсь, и для меня нечего делать. Вот. Если погода стоит нормальная, если бы еще из Анталии были нормальные перелеты, я бы поехал в Анталию. Я бы поехал в Анталию и там бы еще, ну, пускай там 3-4-5 ночей потусил, погулял бы тоже. Но вылеты и отсюда сейчас не очень, а из Анталии еще это дороже. А вот, поэтому пока не знаю. Если я уеду в Анталию, буду возвращаться в Газипашу, это еще 200 километров. Это бред, да, правда. Это бред реально? Нет, это не вариант. Автостанция, которая маленькая, она находится где рынок? Пятничный, да? Нет, нет, да. Это автостанция, а там автовокзал. Там автобусы более дальнего следования. Оттуда автобусы идут и в Грузию, и везде. Ну да, международные, междугородние. Там прям большой вокзал. Здесь так. Огромный перрон. Здесь это в Казахстане? По местности. Здесь ближайшая. В общем, находится остановочка у нас. Вот де-факто в центре большой. Сейчас там как раз будет переход. И где чуть дальше остановка, короче. От де-факто в сторону центра по ту сторону. Я так уже ездил. Автобус номер 8. Ходит именно здесь. Он на автовокзал, автостанцию не приходит, короче. Это круги наворачивает, и все. Купил духи. Юльчанское просил для мамы. 8 марта. А ты долго снова Марта плеешь? А? Ты долго снова Марта вернешься? Ну, я никому ничего не обещал, как бы. Ну, она просто, как бы, подарить можно и позже, и раньше. Вот он, остановка. Каждые полчаса ходят. Ты еще на автобусе туда не ездил, да, Янусь? Да. В принципе, он едет так же, как и машина. Просто он не на самый прям вверх туда заезжает. Чуть-чуть пройтись надо будет. В общем, мы сидим уже 20 минут. Угу. 20 лет. Да. А сюда нет? Я не туалетом завонял, да? Нет, не забор парфюмом. Парфюмом. Ага. С туалета, блядь, саньем, нет? Нет, нет. Для меня, может, не забор. Это от меня, может, я же там брызгал в духах. В общем, еще ждем 10 минут. Если автобус не будет, ты скажешь каждые полчаса. Ну, что-то, блядь, нету. Пойдем на пляж, значит. Ну, я без купальника. А ты купаться хотел? Ну. Мне обязательно же нам в песок идти. А что она будет сидеть? На заре, вот, знаешь, я ушли. Идет, посиделась. Ну, вчера же сидела. Ну, вчера я была в Казахстане. В общем, решим. Что бы вы думали? Это пиздец. Что бы вы думали, Артем? А мы понимаем, мы сидим. Да, поменяемся. Мы сидим. Время почти 30 минут уже прошло. Короче, выбора у нас скоро. Нервов не хватает. Нервов не хватает просто уже. Артем пошел во пепл. Думает, спросит у парнишки, который там работает. Он-то должен знать. Оказывается, что выяснилось? Не говори. Выяснилось, блядь, что не каждые полчаса ездит. А три раза в день. В 12.40. И то не всегда. А эти сволочи. И ты знаешь, почему обманули нас? И то не всегда. Да, он сказал. Представляешь, длина Орсо. Потом 16.00 и 18.00. Все. Восьмерочка. Запоминайте. Вот здесь духи, диньпи. Это эти, голосование, блядь, короче. Ходим в старую мечеть, такую замечательную. Красивую. Я прям видела сама во дворе мужчины молятся. На разных языках, видите? Скажи, ой, Аллах един. Все и все нуждаются в нем. Так, он ни в чем не нуждается, он типа ни в чем не нуждается, написано. Не родил, не был рожден и не был ему равным и один. Перевод, короче, на разных языках. На стиле написано. Омовение здесь происходит. Ну, тут ноги моют, да? Нет, и только и рот полоскают, и ноги, и руки, и ушах. Омовение перед намазом там. У каждой мечети, да, такое? Да, конечно. Ну, я первый раз большую Ая-Софию увидел. Там прям прям большая. Как же они в ушах, в носу, во рту? А зачем? Ну, потому что слова Аллаха слышать, чтобы произносить. Все не глупо, что ли? Нет, чтобы ты чистый язык, он это произносил. Ты садишься, чтобы не пахло, руки в намаз совершаешь. Почему у нас так не делают? Наши чистые просто всегда. Ну, да, вот странно, где они успевают пачкаться? Мне вопрос. Ну, если пять лет, в раз в день они молятся? Типа, с этого пачкаются. Да нет, конечно, Артем, блядь, мне не придумали. А мы по пустыне ходили 50 лет. Их Моисей таскал потом. Ну, да, это из серии подмывания, да? Кошачий дом, смотрите. А, я думал, это кошкам раскладывают пальму. Думал, вообще, что охерели. А это срубают с пальмы ветки. Кусты попилили. Потому что в кошачьем доме убираются лучше, чем, блядь, у себя. Ой, посмотрите. Все бы навалили. Тут же какие-то какашки маленькие. Нет, знаете, они щелкаются. Это не какашки. Ой, а вот это вот сто пудов на украшения. Прям поспиливали. Путь на украшения. Такие ветки на пляже. Куда мы вышли-то? Ё-моё. А, это блядская улица. Улица баров. Да, вон. Я чуть-чуть потерялся. Улица баров. Сходить бы, потусить. Ой, но... Увы и ах. В морском порту я бы с радостью поплыл бы на Старкрафте. В принципе, даже 30 баксов было бы не жалко, наверное. Ключевое слово, наверное. Короче, идем с Нусикой, обсуждаем вопрос. Что? Не выпустили бы нам, бояры. Ну, не. Ну, я пошутила. Шутница, блядь. Корабль. Может, нам отправиться в морское путешествие? Да. Мне кажется, мы достойны морского путешествия. Но нам там предлагали, но что-то я не знаю. Может, какой-нибудь другой кораблик. Нам как-то предлагали за 5 баксов. Но это была погода, не знаю, какая вроде такая. Они всего лишь час плавают. Вот. Ну, и как бы дешево. Немножечко. Поплавать тоже можно было бы. Вот эти большие, они с утра некоторые сейчас отправляются. По-моему, в субботу, в пятницу какие-то плавают. По-разному. Ну, которые в туристический сезон плавают. Может, что-нибудь найдем. Вы не поверите, но все-таки мы куда-то собрались. Я пошла куплю воду. Она тут, наверное, стоит 20 лир. Ну. Вода. На таком кораблике. По 150 лир. 5 долларов, короче, с человека. 150 лир. Давай, давай, я сдачу жду. Возьми мне вот тоже. Возьми мне воды. Потому что мне должны сдачу принести сотку. Я не могу сейчас уйти, потому что куда-нибудь пропадет. Блядь, уплывет. Куда он пошел с моей бельгой? Разменять пошел. Слушай, он мог и скрыться. Ну, хотя тут у нас все работники стоят же. Сейчас какая-то группа придет. Что, блядь? Сто лир не может туда же бить. Да. Вот, кстати, большой приплывает каравк. Из путешествий. Пиратский. Ну, он стоит уже 20 долларов, но там включена еда. И 3 часа плавать. Ну, еда, типа, обеды, господи. Там, я не знаю, рис, булгур с... Либо котлетками, либо с курочкой, что-то такое. Ну, тоже неплохо, конечно. Ушла. Где-то потерялась. Пошла за водой, за Ираном. Куда она пошла-то? В магазин, блядь, в Дикси, что ли? В Россию причем? О, это в кафешку, наверное. Нет ее. Ни ее, ни воды, ни Ирана. Пусть поплыву, если что, один. Что поделать-то? Водопад. Красота. Сказали 15 минут отправления. 15-20. Так что... Папа, я на корабле. Отдали 100 лир. Не тот, а вот этот. У него деньги были. Зажать хотели. Обмануть. Они, типа, знаете, я тупой. Как будто не разбираюсь в ценах. Все эти у меня нету. Где, блядь, можно ходить? В принципе, я ее в красном увидел, но... Что-то пока не видно. Эту яркую женщину невозможно... Вон идет, идет, вижу все. Это наш мелкий капитан побежал. Вот он нас повезет, вот эта вот собачка. Шпиц. Малюсенькая такая. Ну где она? Была же там. За машиной вон идет. В красном, видите? С пакетом уже. Ах ты. Вот тут мы с Иной будем стоять. Вот на этом мысе. Как... Блядь, у меня футболка-то не упадет. Кофта. Как на этом. Как это? На Титаник. Песня там такая, да? Что, блядь, якорь? Он не на якорь, а и накрутила там, представляете? Наверх мы не пойдем, потому что там солнце. Ты, конечно, все понимаешь? Хотя, если жарко, станет. Нет, жарко, если станет. Тут мы уже не спустим сейчас. 15 человек должны еще прийти в группу какая-то. Инночка. Хотя будет ветерок. Нам может быть не жарко, но голову может припечь. Наверху за час, представляете? Все, причаливаем. Ленка за гинкула подарил. Единичку. На мазюке вообще? Да. Нам все понравилось. За 7 рублей? 7 белорус. Нам очень понравилось, но мы больше не поедем, да? Квин Вип. В следующий раз он на такое поплывал. Так, кто тут хотел меня куда отправить? Смотрите, Памуккале 105 долларов. Это без прожимания. Да, ну, естественно. All inclusive пакет написано. All inclusive пакет. Вот, это однодневная, как я понимаю. И есть Памуккале сальдо-лайк. Это, я понимаю, они разные, видите? Да, это плюс-плюс. Да. Доллара 200 долларов. Нет, это есть 2 посещать. Каппадокии вообще цены нету, но я могу... А, есть, да, вот внизу, да. 135 баксов. Дальше. Это я вам бесплатно показал. Так. Нет, а намур турки что-то не показывал. А намур это в сторону Мерсина. А, я думаю, это наш крепкий, какая-то нету другая. Ну, это ладно, это они не запрашивали. Это я ездил сам смотрел, когда мы были. Так, короче, а в таком, мне кажется, я был в каньоне. Рафтинг. Да, вот как раз драфтинг, вот я тут 5 в 1. Да, и тут я был. Ну, это ладно. Сападеры каньон. Все, показывай. Расценочки. Да, я как бы к чему? Кто-то хотел куда-то вы отправились в Памуккале. Номер карты в описании. Номер донейшена, блядь, ссылка в описании. Ну, правда, ну, вы что, считаете, я в Памуккале поеду за десятку? Нет, на улице, может, ну, хотя это на улице. Вот, может, старый, я не знаю. Может, конечно, действительно, у меня оно неинтересно. По дойке, ладно, я бы еще поеду, но сейчас там холодно. Ну, ладно, конечно. По Муккале это сутки потерянные просто. И ты уже сутки восстанавливаешься. Это мне неинтересно. Мне интересны пирамиды, я не поехал в Египте второй раз, понимаешь? Хотя две недели-то было, но я взял другие экскурсии, ладно? Поэтому кто, вот какие-то экскурсии вот такие, ребят? Билеты, вот там, 20 тысяч, вы в Турцию. Хотите в Памуккале, хотите... Куда хотите, да? На любой вкус и цвет. Это не претензия, просто мне, знаете, высказывают как претензию, поэтому... Ты тут их не развлекаешь, да? Ну, да. Нет, то, что мне интересно, я еду за свой счет. Ни у кого я рубля не прошу, как говорится. А вот, кто хочет, чтобы я куда-то, прайс озвучен. Пошла руки мыть? Куда я не пошла руки мыть? А, ты за алфетки что были? Я ничего не потеряла. Короче, вот нам тосты принесли. Я буду нажать с сыром. Со всеми вот этими приблудами. И картошечку захотелось. Будем кушать. Желательно приятного питания. Стресс надо, блядь, заедать. А какой у тебя более стресс-то был? От кораблей. Ну, Артек, ты что вообще куку? Я же сама услышала. Слышала, вчера на прямом эфире. Ему шоколадку. Ага. Я отказал ей. Бесплатной песни. Она мне поддает, чтобы ты подавился. Это кто-то тебе и зрительница? Ты сблокировал? Кобылу, конечно. Танюша опять. Кака Танюша? Мне не везет с Танюшами. Не твое имя, да? Вообще, блядь. И в школе такая была одна. Это уже отдельное видео. Будем жрать, короче. Это история любви. Да. Заказывать на прямом эфире. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Смотрите, какой закат я вам снимаю. Солнце садится. Вот на 0,5. На единичке. И на двушечке. Кажется, это замечательное завершение моего сегодняшнего влога. Просто прекрасно. Закат в Турцию, ребят. Я прям вижу, как оно скатывается с солнцем. Прекрасно. Вот так вот провели день. Какой ты вообще провели день. Показал. На вечерок со мной договариваешься. Я еще не договаривался. Как не договариваюсь? Ну, мы... Инка звала, кажется, в гости. Ну? А она говорит, что мы как собачонки будем еждать. Ну, понятное дело, надо переодеться. А что, мы к тебе придем, посидим, пойдем еще куда-нибудь? Можно. Мне кажется, ты уже не захочешь. Может быть, и не захочу. А что мы делать будем? Время 7. В карты поиграем. Хочу, чтобы я в дурочку оставил. Да, правда, ага. Точно, конечно. Ладно, все, посыпься на заправку. Ну, давайте, дурачок. Ну, мы обычно в дурочку говорим почему-то. Ты можешь, конечно, блатовать, хоть и пляж. Ладно, будем жрать. Взял, короче, мандаринчик, бананчик. Бананчики импортные. Покажи, чем я взяла. Эфир. Она что-то обожралась? Я, блядь, думаешь, связываю это с... Ну, почему-то я нормально. Ну, у тебя просто реакция, да? Ладно. Все, прощайте.